Всем привет! У меня новый лайф-влог. Мы с ушастиком гулять. Идем в лифте, спускаемся. На улице после дождя мокрая. На мне все такое в клеточку. Причем так я даже и не задумывалась. Похватала все подряд и получилось в цвет. Да, вот так вот у нас поломала немножко ветки. Но я думаю, после такого ветра это еще нормально. У нас тут освещение сделали. Дополнительное. Потому что здесь было очень темно. У нас же район зеленый достаточно. И тут вот детская площадка. Она просто вся в деревьях. Но это здорово. Но я к тому, что вот тут лавочки стоят. И при этом вечером тут посидеть совершенно нереально. Вот. И мы с ушастиком прогуливаемся. Вот она там, детская площадка. Она очень классная. Там и для взрослых есть, где посидеть. Такие качели. В общем, всем развлечений хватает. Ну, мы как-то туда и не ходим. Потому что это все-таки детская площадка. Я одна тут тоже никогда не гуляю. Вот. Видите, сколько деревьев. Когда я еще маленькая была, но были большие деревья, но не до такой степени. Площадки были попроще, но тоже достаточно хорошие. Ушастик у Каев. Иду в магазин. В общем, гуляю. Нужно забрать заказ. И вот такая у меня прогулочка. Успокаивает нервы. Весьма неплохо. Так что стараюсь, если даже я никуда не еду, то хотя бы по району прогуляться. Ну, хотя бы километров 10. Обычно это для меня нормально 20. Вот уже темнеет. Я так хорошо прогулялась. Красота. Мне очень даже нравится. Какое-то время я здесь не гуляла, но сейчас снова стала. Вот такая у нас пятерочка открылась. Но это не около дома. Она очень классная. Она всегда была лучшая. Другой день. Гуляем с ушастиком. Снова. А теперь я иду гулять сама. У меня тут твистер из KFC и банановое мороженое. Завтра, скорее всего, я буду на лечебном голодании. Ну, в общем, гуляю и наслаждаюсь. Решила просто сегодня себя побаловать. А у меня завтрак. Кто следит за моим инстаграмом, знает, что я сегодня собиралась сесть на лечебное голодание попробовать. Вот. Потому как это помогает при панических атаках и тому подобное. Но жизнь несла свои коррективы. Поэтому всё переносится на завтра. При всём при том, что мне предложили лечебное голодание как-то так неожиданно. И я сначала была не готова. Но потом я поняла, что я вообще-то готова к этому. Но сегодня без таблеток, кажется, не обойтись, а их не пьют на голодный желудок. Поэтому... Но, знаете, может быть, оно и к лучшему. Потому что вчера я ела всякие вкусняшки. И, соответственно, будет неплохо, если сегодня чисто такая лёгкая еда. На завтрак каши, на обед немного супа, вечером, допустим, кабачки. И, в принципе, как раз-таки завтра будет без проблем. Сегодня просто как-то утром сошлось всё на том, чтобы мне не начинать лечебное голодание. Ну, у нас вообще как-то неожиданно испортилась погода. Холодно. Ну, я, в общем-то, не против, что холодно. Я была против жары. Но это очень неожиданно как-то бьёт по психике. Вот. Ну и ладно, много там всего. Не будем обо всяком грустном. Ну, короче говоря, у меня сегодня стандартно. Каша, кофе и кефир, там, для таблеток. Вот. Ну, как-то так. Очередная прогулка по району. Так как я прям каждый день гуляю в обязательном порядке. Ну, вот завтра я уже настраиваюсь всё-таки, что лечебному голоданию быть. Так что, может быть, даже и хорошо. Я сегодня вообще у меня только такая прям лайтовая еда. Настраиваюсь. Возвращаюсь уже домой. Красивое небо. Ну, и вообще классно. Люблю, когда витрины, всё такое. Второй день голодания. Вышла на прогулку. Есть мне вообще не хочется, но утром меня очень тошнило, но это нормально. И болела очень сильно голова. Сегодня уже третий день голодовки. У нас тут скосили траву. Так приятно пахнет. Прям вообще супер. Голова, кстати, тоже болела утром. Сегодня 25 число. Я утеплилась, потому что лечебное голодание продолжается. И сейчас уже достаточно холодно. Холодно. Очень такое необычное состояние. Голова не болела и не тошнила. Гуляю с ушастым. Заодно и сама подышу воздухом. Погода, в общем, хорошая. Гулять приятно. У нас тут яблоки падают. А теперь сижу на балконе. Потому что вот в данный момент такой очередной криз. И, соответственно, очень сильная слабость. Но я говорю, голова не болит. Сжимает виски. Сижу на балконе. Вся такая утепленная. Вот. И вот книжка у меня здесь. Раскраска. Носки. Так что сижу здесь. Много подушек, плед. Очень-очень уютно. Буду что-нибудь смотреть. Пить воду. В общем, развлекаться. Насколько это сейчас возможно. Здесь вот у меня. Вот эту иллюстрацию я раскрашиваю. Такую детскую. Но мне нравится. Поднимает настроение. А это моя любимая книга «Леванш-89». По сериалу «Леванш». Автор Мариэлла Ромеро. С моими любимыми персонажами. Из сериала. Так что вот. Сил стало больше. Отправилась по делам. Это МЦК. Я уже в парке Хадынское поле. Давно гуляю. И хочу сказать, что когда я сюда вошла, у меня просто как открылось второе дыхание. И я на очень хорошей скорости. Даже, я не знаю, спортивный человек. И при этом до лечебного голодания я так быстро не ходила. Вот. Но это сейчас я записываю видео. Иду медленно. Потому что у меня стабилизации на телефоне нет. Но я прям прошла все аллеи. Вот. Вообще здорово. Я даже не ожидала, что как бы четвертый день. И, в принципе, столько энергии. Но, по идее, так и должно быть. Ну и по сравнению с утренним состоянием просто удивительно. А вот уже вечер. Зажгли подсветку. Очень красиво. Вообще потрясающе здесь. Но здесь красиво в любое время. Я дома решила посмотреть, чем бы себя сейчас порадовать, каким бы гелем для душа. У меня их несколько стоит в использовании. Ну, а в запасах вы знаете, какое количество. Сейчас буду думать. Так. Я еще смотрю, где у меня крем-вечер. Есть он или нет. И шарюсь по полочкам. Не помню, где что лежит после уборки. Мои запасики. Вот это мне Оксана дарила. Очень классный аромат. Сейчас посмотрим. Ну, не знаю. Может быть, им буду пользоваться сегодня. Так. И тут вот этот. От Исана мед с молоком. Вот он пахнет. Как индийскими специями. Прям потрясающе. Сейчас посмотрим. Гелей-то полно. Но мне вообще хочется что-то сладкое. Какое-то удушающее. Ну, вот это нет. Это холодное и неприятное. Так что вот, что тут еще есть. Да много всего. Исана корица с апельсином. Это моя любимка. Но я ее оставлю на Новый год. На зиму. Вот. А так насладилась ароматом. Хорошо, когда есть выбор. Что тут у меня? Фаберлик бьюти-кафе. Штрудель с мороженым. Тоже очень люблю. Но именно гель и жидкое мыло. Аромат бомба. Даже просто понюхать приятно. Класс. В общем, делаю свой выбор. Так. Вот у меня от Body Shop Аня дарила. Спасибо огромное. Тоже надо попробовать. Выбрала я Исана мед с молоком. Уж очень потрясающий аромат. И он прям мне сейчас заходит. Согревающий. И манго-базилик. Крем. Гуляю с ушастым. Уже довольно-таки поздно. Я из Ашана приехала. Сейчас вообще час ночи. Ну вот так. Хотелось мне погулять. И было достаточно много дел там. Вы посмотрите, как он спит. Как сладко он вообще спит. Да, разбудила. 26 августа. Пятый день голодания. На четвертый, как я говорила, было легче. Второе дыхание вчера вечером открылось. А сегодня вот уже весь день. Сейчас уже вечер. И, в общем-то, очень-очень тяжело. Весь день тяжело. Слабость. Но надо получить заказ. Иду за заказом. Сейчас я ступеньки просто ненавижу в этот момент. Раньше-то не было проблем, но и потом не будет. Но вот сейчас, конечно же, тяжело. Но надо. Господи, какая тут вонища. Забрала заказ. И вот в этом же здании магазин верный. Такая я модная, яркая. Все в цвет. Вот и магазин. Я сейчас снимала заказ Фаберлик отдельно. Но не все это смотрят. И видео будут в разное время выходить. Поэтому просто так быстренько покажу. Себе я взяла в запасе ки бальзам для волос. Ботаника. Очень приятный аромат. Он был зафольгирован. Собственно говоря, Фаберлик не очень умеет фольгировать. Потом все ногти переломаешь себе. Но бальзамы классные. Кто смотрел видео о запасах, знает, что у меня в запасах бальзамов не оказалось. Поэтому один я купила там какой-то в Ашане себе в использовании. Мне таких продуктов хватает надолго. Поэтому для волос у меня больших запасов нет. Но вот один взяла. Потому что я не люблю, когда что-то закончилось. А у тебя нет в наличии. Пусть лежит. Это заказали дети моей подружки. Они в детский сад ходят. Листали каталог. Сказали, мама, нам это надо. Это мист расслабляющий для тела. Типа для сна. Все дела. У него такой тюбик красивый. Ну вот под цвет. Довольно приятный аромат. Также подружка взяла себе лаймовый сорбет. Жидкое мыло. Ну, детям на радость, так сказать. Они любят все эти штучки. Приятный аромат. Я, честно говоря, думала, что это, не дай бог, будет как какой-нибудь лимонное монпансье. Потому что это для меня был самый неудачный аромат, который пах парфином. А так я эту серию люблю. Но очень хороший. Вот. Это я себе взяла, поскольку я делала третий каталог аж подряд, заказ. Просто я несколько лет подряд в Фаберлик делала заказы, не пропуская каталоги. Но поскольку у меня много всего в запасах, то я остановилась и делала заказы примерно раз в полгода. Ну, сейчас так как-то сложилось, что подружке было много надо, ну, и я присоединилась. Поэтому с третьего, ну, когда три каталога подряд заказ делаешь, с третьего каталога можно выбрать один продукт 70% скидкой. Ну, а я посмотрела, посмотрела, вот выбрала вербену, тоник, он очень приятно пахнет, очищает, освежает, знаете, как будто родниковой водой умылась. Я его раньше очень часто брала, когда были там скидки на него. Вот продукт реально очень достойный, могу посоветовать. Вот шикарный. Ну, и мне он обошелся всего в 66 рублей. Дальше мне нужно было добить заказ, там на 107 рублей нужно было добить. Ну, вот за 111 я взяла побаловаться бьюти-кафе грушевый парфе, суфле для тела. Потрясающий аромат, тут тоже все зафольгировано, действительно выглядит как суфле. Эти продукты у Фаберлик тоже просто шикарные. Вот, беру не первый раз, слушайте, аромат бомбический. Он нежный, но он ощущается вот даже вот на таком расстоянии, как я снимаю, шикарный. Я чаще всего пользуюсь из Ашана марки каждый день, лосьоном для тела он мне нравится. Сейчас у меня еще есть от Ava Naturals, который тоже нравится, но решила для разнообразия взять. То есть основное у меня от марки каждый день. Но иногда хочется какого-то такого разнообразия. Вот, подружка взяла себе спреи, вот эти, акваспреи освежители воздуха. Вот этот очень приятно пахнет, мне понравился. Вот этот вот мне не понравился, это тоже взяла себе подружка. Но на самом деле вот я заказывать его не буду, потому что они нестойкие. Но вот подружку в восторге от них, так что, вот. Не, ну и понятно, они все-таки более такие натуральные, а у нее маленькие дети. И тоже они любят все это прыскать, поэтому я ее понимаю, что она берет такие вещи. Вот, а мне захотелось взять, попробовать ля-крем с персиком и молочными протеинами. Этот самый гель. Но там на самом деле выгодная цена была, если брать, там, 8 с чем-то, что ли, рублей, если брать два любых продукта. Но вы знаете мои запасы, у меня около 100 гелей и тому подобное. Поэтому я сейчас как бы вообще стараюсь не покупать такие вещи. И, в общем, ну, с подружкой. Мне нужен был только один продукт. В общем, мы с подружкой вместе решили взять, получили скидку. Туалет в Ашане. Сегодня шестой день лечебного голодания. Пришла снова в парк. Здесь вот, как видите, чинили качели, новенькие вешали. Потому что их поломали несколько штук. И там еще гамаки попортились. Мне очень нравится здесь спускаться. Очень красиво. Камера всего не передает. Но сейчас мне немножко тяжело, но все равно решила здесь спуститься. Если что, можно и полежать на траве. Не так страшно. Здесь очень здорово, как вы видите. Вообще, кто не в Москве живет, если приедете, очень советую посетить этот парк. Сейчас я перед тем, как походить, решила полежать. Вот здесь на лежаке. Вид тут просто шикарный. Открывается. У меня и плед. И, в общем-то, есть развлечения. В виде раскраски, книжки, бутылка с водой. Так что скучать не буду. С Оксаной общаюсь. Вот такая красотища. Туалет в парке с горячей водой. С туалетной бумагой. С мылом. Ну и сейчас уже буду завершать свою прогулку, потому что нужно зайти в Икею, потом зайти в Ашан. Дел много. Я в Икее. На сайте смотрела у них рюкзак, а еще до этого видела вживую, но не смотрела так уж. Вроде хороший. Покупки за несколько дней в разных магазинах. Вот эти ромашки по 28 рублей и гвоздики, такие вот симпатичные, по 68 рублей. Это я взяла в Ашане. Ну, на кладбище отвезти, потому что я не люблю класть живые цветы, так как они, естественно, быстро засохнут. И как бы проку от них никакого. Но что касается искусственных цветов, я не люблю класть цветы, которые совсем похожи на искусственные. Ну, как бы это вообще мне не нравится. Но при этом безумно натуральные класть тоже я не вижу смысла, потому что их, к сожалению, у нас это частая практика, что могут украсть. А вот эти цветы, они как бы-то что-то такое, знаете, среднее, золотая середина. А вот эти вполне прям натурально выглядят. Очень даже симпатичные. И вот эти вот ромашки, они чуть попроще, но тоже вполне себе хорошие. Сейчас я сразу это уберу. Первый раз я купила гвоздики, сегодня купила ромашки. Только появились. Вот, значит, лук. Пока я же еще на этом самом, шестой день на лечебном голодании. Я хотела выйти из голодания сегодня вечером, но, честно, мне все это лень. А есть мне не хочется. И как бы, в общем, может быть, завтра выйду из голодания. Но лук я купила вот этот большой, потому что я собаке варю суп большую кастрюльку, поэтому ему актуально. Ну и мне потом потребуется. Дальше купила, по-моему, в верном. Мне просто сейчас, опять же, я могу утаскать тяжесть до 20 килограмм. Но пока я на лечебном голодании рекомендуется не больше 2-3 килограмм. Но я где-то 10 могу притащить. Но все равно, короче, взяла немножко помидора. Они были по акции, по-хорошей. Огурцы здесь. Вот эти, по-моему, в Ашане я брала длинные, по хорошей цене. Эти в Верном брала тоже по выгодной цене. Здесь тоже этот кабачок у меня еще лежит до того, как я на лечебное голодание села. Эти кабачки тоже я в 2 захода что-то в Ашане купила, что-то в Верном. Купила авокадо в Верном килограмм 250 рублей. Короче, взяла... Ну, мне для начала, для выхода потребуются помидоры, огурцы, кабачки и немного яблок. Потом уже позже можно добавить авокадо. Дальше. Сегодня я была в Ашане и повезло купить 48 рублей килограмм яблок. Здесь 2 килограмма. Но это просто. Я сначала за 90 рублей или за 89, ну, плюс-минус, я думаю, это неважно, взяла яблоки. Там взвесила сколько-то штук, но потом, увидев, что это такая супервыгодная цена, я взяла пакет. Потому что сначала нужно будет делать соки, разведенные с водой. Ну, в общем, все дела. Яблоки пойдут. Потом можно будет делать салатики. На помидоры прям супер хороших цен не было, но самые дешевые были, опять же, сливовидные, по 7 из 9. Но куда деваться, они же мне нужны. Потом я взяла по хорошей цене свеклу. Четыре штуки. Вот прям сразу она мне не потребуется, но через пару дней, да. Собаке купила упаковку куриных спинок. Я беру в месяц 10 штук, но сейчас тащить все это не лизон. И я, значит, в Ашане 87 рублей за килограмм. А верным 99, что ли, это, конечно, дороговато. Но с другой стороны не 120, не 110. И я даже там, по-моему, две упаковки взяла, это можно. По крайней мере, в случае чего, отличный вариант. Также я как-то говорила, что если я увижу сезонные сливы по выгодной цене, я возьму. Просто я их брала чисто на поесть, на выпечку. Уже сливы по 49 рублей и немножко заморозила. Вот. И сегодня была акция 49 рублей. Ну, и я вот взяла на 87. То есть тут почти 2 килограмма. Ну, я не могла, извините, пропустить такую выгодную акцию, потому что сливы я люблю. Они, знаете, как лежали, так как-то очень неаппетитно и все как-то брезгливыми мимо них проходили. А я думаю, нет, я посмотрю. И в итоге, все равно, если сливы набирать, все равно с ними возиться долго, потому что у них есть вот эти вот веточки. Ну, я их, естественно, убираю, потому что вот они вроде маленькие. Но представьте, вот я набрала столько слив, и сколько этих палочек добавит вес. Поэтому я спокойненько все перебрала и выбрала все самое лучшее. Также на морковь, на немытую. Цена была 26 рублей, я это тоже не могла пропустить. Морковь у нас дома всегда актуальна. Я варю суп собаке, постоянно морковь идет, себе варю суп, тоже идет морковь. Она везде просто идет, а сейчас, когда я, да, буду вот выходить из голодания, то морковь это тоже основной продукт. Вот. Ну, в общем, как-то так. Ну, я буду просто ее тереть на терке есть. Так что вот. И еще я заходила в Икею, мне нужна была вообще сковородка для яичницы. И на сайте значилось, что маленькая сковородка, там по акции, но в итоге акции не было. Ценник мне не понравился. Я пошла в Ашан, а в Ашане вообще что-то там, ни крышек не было, которые мне были нужны, вообще трэш. Вот. Но я думала, что купить, я не люблю вообще, я без покупок ходу. А тут смотрю, вот такие вот икеевские эти макароны в форме лося. Ну, чисто детские. 400 грамм, 169 рублей. Ну, тоже с ценниками. Написано 149, пробивается 169. Даже с карты. Ну, я взяла это не себе. Значит, это мука твердых сортов пшеницы, группа А, высший сорт. Я взяла, ну, написала своей подружке, соседке, у нее двое девчонок, и спросила, в общем-то, нужно, не нужно. Она говорит, конечно, бери, потому что, ну, это актуально, так как она, естественно, всегда пытается заинтересовать, чтобы они все-таки ели. Ну, а, понятное дело, через вот такие вещи самое то. Также я на днях в Ашане и также в Верном покупала гречку для собаки. Ну, вот, собственно, это гречка из Ашана. Она 50 чем-то рублей стоит за 800 грамм. Прекрасная гречка, я и себе такую беру. А Верном она стоит 60 с чем-то 900 грамм. Но, в принципе, я посчитала, особой прям так разницы существенной нет. Но это тоже хорошо, потому что можно иногда просто прогуливаясь, зайти и взять пару пачек и не таскать большие тяжести. Ну, вот, это вроде как были все покупки. А, нет, еще я покупала прокладки ежедневки в прошлый раз. На них была акция с ароматом розы, 60 штук. Я редко такими штуками пользуюсь. В принципе, мне их хватает надолго. И я, по-моему, где-то около года назад, наверное, их покупала. Вот, еще даже немножко остались. Но у меня, когда собака болела, я ему там, ну, у него были такие трусики. И я туда использовала. А так сама я в основном только если там в дорогу, в поезд. Вот. Ну, короче говоря, взяла. В принципе, вещь-то нужная. А, ну как-то я там бутылку воды покупала. В общем, ничего особенного из таких покупок. В общем, я думаю, что это не так.